Великим русским советским писателям И их музам, их женам Наступил 21 год И я хочу вас, во-первых, поздравить с Новым годом Пожелать вам счастья, здоровья, успехов вам и вашим семьям И мне очень хочется, чтобы сегодняшняя наша встреча Вам принесла что-то, может быть, новое Может быть, вы что-то откроете для себя Так как открываем мы каждый раз, когда мы ставим такие большие выставки Открываем для себя что-то новое Сегодня я вас познакомлю с тремя удивительными писателями Они совершенно разные Они совершенно с разных эпох Но, знаете, как при изучении и при подготовке этой выставки Ты, в общем-то, начинаешь понимать, что их объединяет, конечно, единственное, что Это любовь Любовь к отчизне Любовь к родному дому Любовь к той местности, где ты родился И, конечно же, любовь к женщине Не всегда это все однозначно Потому что сегодня я познакомлюсь с необычными, в общем-то, людьми Которые... Один из них имел, в общем-то, большую любовь в своей жизни А другой, в общем-то, по сути, ее не имел Но это ничего не значит Потому что все его произведения, все стихи Были, по сути-то, в общем-то, обращены именно к любви Я вам сейчас зачитаю небольшое стихотворение Я думаю, что все мы прекрасно знаем Это стихотворение еще с детства Я думаю, что многие из вас, в общем-то, догадаются, о ком идет речь Вот послушайте его Травка зеленеет, солнышко блестит Ласточка с весною в сене к нам летит Конечно же, вы прекрасно помните эти стихи с детства Это наш знаменитый русский писатель Плещеев Алексей Николаевич Мы отмечали ему 195-летие И поэтому нам очень бы хотелось рассказать немножечко не о его творчестве Вы, конечно же, о нем знаете Но рассказать о его музах, о его женах О его вот такой большой, светлой, чистой любви Точно так же такие, какие у него стихи Я вам прочитала небольшое стихотворение Посвящено именно детские стихи Но, по сути, у Плещеева Мало стихов было посвящено женщине Когда мы начали готовить именно вот этот блок К этой выставке Мы вдруг наткнулись на то, что практически очень мало Что сказано о женах Алексея Николаевича Но в одном из источников было написано о том, что он В 1854 году, когда отбывал ссылку в Оренбурге Он познакомился с удивительной девочкой Она была дочью надзирателя соляных пещер И вот это была такая встреча необычная Почему необычная? Потому что на то время Алексей Николаевич очень страдал В отношении того, что его отправили с Москвы в ссылку И он очень хотел вернуться назад в столицу Но у него не получалось Мы знаем по истории, что он состоял в клубе петрашевцев Поэтому он был выслан Но вот эта вот встреча с этой удивительно нежной, ласковой девочкой С которой он познакомился в Оренбурге Это была его первая жена Эликонида Александровна Руднева Прожил он с ней 7 лет У них было трое детей Впоследствии дети, в общем-то, стали очень успешными людьми Один из сыновей пошел по литературной части То есть повторил где-то, в общем-то, судьбу своего отца Но, возвращаясь к его очень милой супруге Нужно сказать, что она, конечно, украсила его эти 7 лет И она настолько была ему явно очень близкая по душе Что уже впоследствии он писал, что ни одна женщина Не смогла ему заменить его первой супруги Прожили они вместе 7 лет Как я уже сказала, у них было трое детей Но он, любовь к своей первой жене Он пронес, конечно, всю свою жизнь И где-то в его стихах, если мы откроем сборники Мы, конечно же, ну, наверное, намеком Наверное, каким-то словом Наверное, какой-то фразой Мы будем, конечно же, чувствовать, что он обращается к своей первой супруге Он действительно пронес эту свою нежную, трепетную любовь Через всю свою жизнь К сожалению, она умерла Автор нам не дает никакой подробности в отношении того Что же все-таки произошло От чего она в таком молодом возрасте она умерла Ну, это случилось И поэтому для молодого Плещеева Это, конечно, был очень большой удар И долгое время он никак не мог, в общем-то, отправиться от этой потери Но жизнь, как говорится, продолжалась Поэтому в 1866 году он встречается с другой женщиной Естественно, между ними сначала такой был, как творческий союз А потом, по сути, творческий союз перерос такой в духовный И они начали встречаться И это дама, которая впоследствии украсила ту же его, будем говорить так, жизнь Екатерина Данилова Она ему вне брака Она ему родила девочку Веру И они, по сути, у них был союз такой, ну, можно сказать, даже не любовный А был вот такой вот больше творческий союз При всем при том, что его современники, современники Алексея Николаевича, они говорили, что между ними не было вот такой, как страсти, будем говорить, такое вот понятие, как в любовной страсти Между ними был действительно творческий союз Семья была очень крепкая Ему Екатерина, ну, по сути, в общем-то, помогала издавать и свои стихи, и свои работы И мы знаем, что Плещеев занимался не только писательством Он еще и был редактором известных журналов И поэтому она была, в общем-то, ему, как, ну, будем говорить, такой, как творческий, как говорится, партнер По сути, по сути, по своей, что об этой женщине мало, в общем-то, сказано Мы даже, в принципе, не знаем, как она, как она и выглядит Но, глядя на этого очень милого, очень доброго, очень такого, казалось бы, такого кроткого человека, как Алексей Николаевич Можно судить, что, конечно, это была женщина очень достойная По сути, у него после смерти первой жены жизнь пошла, в общем-то, такая, как качели То у него удавалось в творчестве, то, в общем-то, у него не получались никакие там его редакторские какие-то дела Но, по сути, по сути, вот эти две женщины, они сопровождали всю свою жизнь Алексей Николаевич нигде не писал ни в каких даже заметках о том, что, собственно, что он переживал Не было никаких заметок по поводу его личных каких-то воспоминаний Скорее всего, мы можем теперь уже предполагать, что в то время не показывали, в общем-то, все это на виду для широкой публики Поэтому вот такие небольшие, будем говорить, сведения мы имеем о двух этих женах И все-таки, при всем при том, что, хотя мы очень мало знаем об этих женах, об этих его любимых женщинах Мы, конечно же, можем с уверенностью сказать, что на творчество этого известного русского писателя, конечно же, повлияли эти две дамы Но это Алексей Николаевич Плещаев Но я хочу вас сегодня познакомить с еще одним удивительным писателем Это уже другой век Вы, конечно, увидели у нас на полочке этот сборник Это, конечно, Велимир Хлебников Ему в прошлом году тоже был у него юбилей Поэтому вот такая у нас выставка небольшая была посвящена То есть не выставка, а даже полочка была посвящена вот этому удивительному писателю Что можно о нем сказать? Знаете, когда начали готовить именно по Хлебникову информацию Ну, если кто знаком с его творчеством, то, в общем-то, понятно, что совершенно человек полностью неоднозначный К нему, наверное, нужно относиться очень осторожно Это, наверное, один из тех ярких представителей эпохи перелома Когда уходила одна Одна эпоха, приходила другая И на вот этом разломе появлялись вот такие необычные, одиозные, наверное, трепетные где-то Наверное, такие непонятные сейчас для нас А может быть, для кого-то и понятные такие писатели, как Велимир Хлебников Мы ему отметили 135 лет Казалось бы, ну, прожил, в общем-то, он не очень большую, но очень яркую жизнь Более того, что когда начали читать именно о его личной жизни То мы крайне мало нашли, будем говорить, сведений Он, к сожалению, к нашему, ну, мало писал что-то о своих музах Вот из последних источников мы, конечно, в общем-то, узнали, что для него была муза Это Анна Ахматова По сути, по своей, она была ему музой Но по воспоминаниям он ни разу с ней, в общем-то, не встречался Хотя, как человек, как личность, он, конечно, был очень интересный Тем более, это было время, это было такое революционное время Он встречался с очень многими на тот момент писателями Таких в его, как говорится, в друзья ходил великий Маяковский И поэтому Велимир Хлебников, к нему надо относиться, вот, наверное, как к человеку Который действительно был такой вот необычной фигурой Который пытался, в общем-то, создать что-то совершенно новое Если его, например, называют У него имя-то, в общем-то, он поменял Велимир, это повелитель мира То одно имя только, в общем-то, и говорит о том, что это был такой необычный писатель Поэтому, вот, что-то о его личной жизни я вам рассказать, конечно, не могу Но кто знает его творчество И кто сквозь его вот эти вот необычные, непонятные стихи Может какие-то символы прочитать Может быть, он, конечно, и что-то, в общем-то, увидит именно из лирических каких-то его циклов Именно в стихотворениях Но вот конкретно, как для какой-то женщины, он, конечно, ничего не писал Вообще удивительный, конечно, был сам по себе человек Мало того, что он был таким ярким, броским Он был такой весь на острие эпох Он настолько был неоднозначный Он настолько мечущийся был, я бы даже так сказала У него не было какого-то ровного хода, как говорится, его жизни Он уезжал, он встречался Он был в разных городах Он был в разных странах Он, по сути, по своей, разъезжал, в общем-то, по всей территории У меня было такое ощущение, что, ну, география его, в общем-то, путешествия была совершенно разнообразная Этот человек искал себя в этом мире Поэтому Хлебников пытался и создать, в общем-то, у них было даже такое вот желание создать союз Как вот я вам сейчас прочитаю Значит, союз президентов земного шара Такое одиозное, в общем-то, такое необычное название Но люди той эпохи, они действительно были такие с очень такими революционными, будем говорить так, порывами Что они хотели, ну, будем говорить так, своим творчеством перевернуть весь земной мир Хлебников сам по себе, по сути, никогда не переживал за свой, в общем-то, по сути, быт Человек был совершенно не приспособлен к жизни Было очень много кругом друзей Но друзья появлялись, исчезали Кто-то издавал его книги Он всегда, в общем-то, был без копейки Кто-то его содержал, кто-то его одевал То есть вот весь вот его жизненный, как говорится, цикл земной на этой земле Он у него проходил хаотично И поэтому, когда ты читаешь, ты почему-то с такой вот тревогой относишься к этому Ну, по-своему известному писателю, поэту Что каждый раз хочется, в общем-то, дойти до какого-то момента и сказать Стоп, остановись Что, собственно говоря, что ты хочешь в этом мире По сути, это был действительно человек, который искал сам себя К сожалению, как я уже сказала, у семьи у него не было Но его приглашали друзья Он жил у одних и у других И семья у него была Я имею в виду, как родная семья Отец у него был, у него был брат Они его всячески поддерживали материально Но, к сожалению, к великому Он из жизни ушел, в общем-то, так, будем говорить, так трагически Ему вовремя не оказали, будем говорить, такие вот медицинские услуги И он, по сути, будем говорить так, безвестно умер Поэтому, если кто-то захочет узнать о творчестве этого Ну, будем говорить, действительно, символиста своего времени Кто-то, может быть, услышит или увидит в его стихах Вот такие вот нотки, которые обращаются к нам, к будущему поколению Я так думаю, что вы в наших книгах, в наших источниках В общем-то, в его творчестве вы обнаружите Поэтому вот такой вот, ну, необычный у нас, как говорится, автор Ну, и, естественно, мне очень хочется еще Познакомить вас с третьим нашим сегодняшним поэтом С человеком, ну, для меня такое ощущение, что он представляет с тобой такая скала Скала в своей жизненной позиции, в своем видении этого мира Я вам сейчас хочу прочитать небольшой отрывок А вы, конечно же, в общем-то, догадайтесь, какого писателя я сейчас вам буду представлять Переправа, переправа, берег левый, берег правый Это строчки, конечно же, из нашей знаменитейшей поэмы Василий Теркин И мы отмечаем 110 лет нашему одному из главных писателей бывшего Советского Союза Да, собственно говоря, и бывших, как говорят, как говорится, не бывает Это речь идет об Александре Трофимовиче Твардовском Вы знаете, ну, точно вы знаете, какой у него был и творческий путь довольно сложный И, по сути сказать, он был, с одной стороны, он был человеком очень закрытым Потому что была такая эпоха, когда они выставляли свое личное, в общем-то, на показ Но, когда изучаешь его творчество, ты понимаешь уже уж точно, что в его судьбе В его судьбе, конечно же, большую роль Да, наверное, небольшую, наверное, одну из самых главных ролей в его жизни Это сыграла его жена Мария Горелова Наверное, об этой женщине можно говорить даже, в общем-то, не то, что больше, чем об Александре Трофимовиче Наверное, в общем-то, о ней можно говорить и писать, наверное, даже больше, чем о нем Почему? Потому что она была, конечно, удивительной женщиной Всю жизнь она поддерживала своего мужа Они прожили более 40 лет При всем при том, что Маша познакомилась в очень молодые годы, когда они еще были студентами Она молодого Александра мотивировала для того, чтобы он закончил институт, филологический факультет Она сама была студентом этого факультета, этого института И вот эти вот два человека, два молодых человека, очень красивых, как пишут современники, очень таких активных Они встретились и, ну, знаете, как говорят, это была любовь с первого взгляда Маша, конечно, очень была такая трепетная в том плане, что она прекрасно поняла, что перед ней стоит необычный человек Это ее Саша И, естественно, она его всю свою жизнь поддерживала Есть такие вот моменты, которые, ну, кажется, что действительно женщина это делает своего мужчину Вот одна из этих женщин, это, конечно же, жена Александра Твардовского Семья была, в общем-то, по сути, по своей С одной стороны, она была в ту эпоху, она была и необычная Потому что само творчество Твардовского было такое разнообразное и обширное А с другой стороны, оно было действительно необычным, потому что, как мы знаем, что Твардовский был очень большим писателем Он был лауреатом, четырежды лауреатом Сталинской премии И, естественно, как пишут современники, что жена его была правым крылом совести Почему так? Потому что все свои работы Твардовский показывал, в первую очередь, конечно, своей жене И Мария Иларионовна, конечно же, давала рекомендации И где-то, наверное, мы так думаем, что она где-то ему рекомендовала что-то убрать из каких-то своих произведений В частности, когда была написана поэма Василия Теркина, то у Твардовского была такая вот задумка Чтобы своего героя, в общем-то, сделать офицером Так вот, Мария Иларионовна посоветовала своему мужу, чтобы этого не было Что народ и советский солдат любят своего Васю Теркина именно таким, какой он есть И впоследствии критики признали, что это, наверное, было одно из самых правильных решений Именно оставить Василия Теркина именно в той роли, в какой он написан изначально Что хочется сказать, что, опять-таки, вот не была вот эта любовь такая вот на показ Но, как вспоминают дети, у которых у этой пары было две девочки Они говорили, что 28 января каждого года, в день рождения своей любимой Машеньки Непонятно откуда, будем говорить, так и Маша не знала Появлялся всегда в доме букет белой сирени 28 января, это, конечно же, ну, будем говорить, прилагалось явно очень много усилий Чтобы для любимой женщины зимой подарить букет белой сирени Я так думаю, что творчество было у Твардовского настолько такое Ну, на то время он очень много переживал по поводу редакторства своего в журнале «Новый мир» По поводу произведений, которые он туда включал Было очень и очень много, я так думаю, всяких препонов Его не особо любила власть, хотя он, в общем-то, старался, по сути, ну, не приспособиться А быть, будем говорить так, и где-то защищать кого-то, где-то кого-то печатать Кого, в общем-то, не разрешала власть То есть он хотел, ну, будем говорить так, балансировать между своей совестью И, наверное, той средой, той эпохой, где он на тот момент жил Но очень хочется думать о том, что ему Мария Илларионовна в этом, конечно, всячески помогала Потому что, когда случилось так, что его отстранили от журнала, от своего любимого «Новый мир» И ему, ну, власть так сказала, что мы вам, мы вас, у вас забираем журнал Но мы вам предоставляем, будем говорить, ну, как это тогда называлось, «Кремлевский паек» То есть это, в общем-то, ну, что-то было в материальном плане Мария Иларионовна ему сказала, нет, Саша Кремлевский паек получать мы не будем Это подачка Из этого следует, что она очень высоко оценила своего мужа Она ему верила, она ему доверяла И она его всячески вдохновляла и была его совестью Вы знаете, вообще, когда читаешь об этих женщинах То ты, конечно же, понимаешь, что большую часть своей, в общем-то, наверное, творческая жизнь Потому что она была тоже человеком таким творческим Она, конечно, положила на плаху именно своего мужа Но никто об этом тогда на тот момент и не задумывался Да и, в общем-то, эти жены великие, будем говорить, своих мужей Больше своей степени они, в общем-то, об этом и не думали Почему я так говорю? Потому что уже после смерти Александра Трофимовича Именно Мария Иларионовна Прожила после этого 20 лет И вот эти все 20 лет она посвятила своему любимому мужу Она издавала его произведения Она записывала голос его на пластинках Она открывала его музеи То есть это говорит о том, что вот такая вот И после смерти своего мужа была вот такая вот продлена Будем говорить его еще творческая жизнь Благодаря Марии Иларионовне Твардовской Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова